Я хочу представить вас сначала аудитории моей. Ну, я, во-первых, признаюсь вам, что мы удаляем с моего... У меня единственный канал на территории бывшего СССР, у нас нет дураков. Ну, извините за такое уж прямое выражение, но у меня на канале в основном находятся интеллигентные люди, кто рассуждает. То есть, если друг друга начинают оскорблять или говорить всякие глупости, у нас же там всякие еще и... Ну, много проблем разных. Мы их тут же удаляем, потому что надо иметь мозги, чтобы присутствовать на моем канале. Поэтому это аудитория, которая воспримет вас после того, как я скажу о том, что журнал Forbes отметил Алексея Владимировича как одного из самых выдающихся диетологов в России. Вот. Мы говорим на одном языке, надеюсь, на Украине. И в Грузии мы переведем это все на язык понятный для грузин. К сожалению, молодежь там вообще перестала говорить на русском. Ну, может, это не к сожалению, я не знаю. Это политика. Алексей Владимирович доктор наук, профессор. Вот. И очень авторитетный человек. И я желаю вам, друзья, хорошо провести в нашей беседе время и получить максимум информации, насколько это возможно. Но после этой передачи вы можете задавать вопросы сколько угодно. Я обещаю вам, что мы их как-то подытожим. И я упрошу, надеюсь, Алексея Владимировича каким-то образом правильно на них ответить. Потому что мы сейчас продумываем формат дальнейшего общения. Приветствую, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел сразу сказать вам о том, что ведь сегодня задают вам, наверное, очень разные вопросы. Но для молодежи, по-моему, диета вообще не очень нужна. Она нужна, начиная с какого-то определенного возраста. Или вы считаете по-другому? Я считаю, что она им не нужна, раз, но она для них актуальна, два, с любого возраста, наверное, лет с 7-8. Уже девчонки говорят, а вот я тебе один проходил на 5 килограммов или на 3 килограммов. Квастаются другую бушку. Такой своеобразной молодежи. И среди молодежи это считается, ну, как бы, кем-лифо. И если лет 5 назад была модная фигурка Барби, такая девушка с налетом анорексии, это считалось так красиво, когда в баре сидела девушка, у нее были там миленькие ручки, такие косточки торчали. А сейчас уже модная фигурка фитнес-девочки. Алексей Владимирович, ну, позвольте. Это, скорее всего, интересует олигархов и богатых людей. Потому что, ну, мы же знаем, примерно мы из одного вышли Советского Союза, что большинство населения, у нас население разделилось. Одни богатые, одни совсем бедные. И те, кто бедные, им, наверное, не до диетологии. Диетологии, потому что, ну, это факт. Или вы по-другому считаете? Нет. До диетологии как раз всем. И больше того, бедные люди больше ищут информации достоверной в интернете от врачей, чем богатые. Потому что богатые люди, приходя в нашу клинику, в какие-то аналогичные клиники, Лазархов, Мирана, они обращаются и говорят, мне наплевать, не надо мне ничего рассказывать там. Вы мне скажите, что делаете? А лучше, что я вам секретаря покажу, вы ему все расскажете. И я говорю, ну, тогда и не худеть будет, секретарь. А, понятно. Это не уважение. Это не уважение. Это не уважение. Скажите, ну, во-первых, мне просто еще интересен факт такой. Сегодня, ну, я не знаю, как в России, но на других странах бывшего СССР врачи востребованные уезжают за границу. Потому что там совершенно другие оценки. Я вот как-то пришлось мне обратиться к хирургу. И я заплатил ему вперед 124 тысячи долларов за то, чтобы он посмотрел мои снимки и дал мне рекомендации. И мы встретились. Но он потом ответил мне, что он уехал в Мексику на лекции. Ему это неинтересно. И деньги верну. Ну, там совсем другие расценки. А что, могут к вам обращаться бедные люди в вашу клинику? Да, почему у нас? Мы работаем как раз со средним классом. Ну, средний класс, его мало. Его процентов 10-20 на территории бывшего СССР. Да, ну, это достаточное количество людей для одной клиники вполне. Забыли. Хорошо. Эта тема больше политическая. Скажите, с какими вопросами к вам больше всего обращаются? Вот назовите первые три вопроса, в которых вы считаете себя самым лучшим. Ну, мы лучшая клиника по диетологии в мире. Ну, диетология – это много всего. В мире, наверное, я не могу же спорить. Конечно же, наверное, вы лучшая клиника. Я говорю... Приезжают пациенты со всего мира, врачи. Да. Поэтому мы лучшие клиники в мире. К нам приезжают пациенты со всего мира, и в том числе из Израиля, даже с Мальдив приезжают к нам лечиться. Какие первые, самые главные вопросы, самые распространенные, первые три, которые вы считаете нужно сейчас хотя бы кратко осветить? Вот что самое важное и самое распространенное у людей за проблемой? Ну, наверное, похудение. Это заблуждение в том, что избыточное ожирение является чревоугодием, распущенностью, и надо себя за это наказывать, что ожирение можно вылечить с помощью ограничения питания или фитнес-центров. Ухудеть можно, вылечить болезнь нельзя, потому что ожирение является медицинским заболеванием, входящим в международную классификацию медицинских болезней. И это общее системное заболевание, затрагивающее все органы системы, которым поражено примерно 65% как минимум взрослого населения. Всех стран. Я согласен, потому что вот я, когда в Америке бываю, я вижу, какие они жирные там ходят. Кстати, в Израиле тоже очень полно, так много девушек, но они на этом не заморачиваются. Они, наоборот, даже показывают свои телеса. Вот я живу прямо на берегу океана, Средиземного моря, здесь сплошные пляжи, и много людей состоит. Ну, вообще в Израиле высокий уровень жизни. И они прекрасно показывают свои телеса, и никак не стесняются этого. Ну, наверное, это... Конечно, есть красавцы и красавицы, и когда мы смотрим американские фильмы, то там одна красота. А когда посмотришь на улицах Нью-Йорка, то они все толстые, и, видимо, к диетологам не ходят. Или у вас другое мнение? Диетологи в Нью-Йорке и вообще во всем мире, это в большинстве случаев на 90% вообще не врачи, и поэтому вылечить какую-либо болезнь они не в состоянии. Поэтому максимум они могут достигнуть временного эффекта. То есть похудеть человек может, а удержать вес не в состоянии. Хорошо. Тогда мы поговорим только о похудении и об ожирении. Правильно? Только в этом наша тема сегодня? Я как бы в этом специалист, поэтому что говорить, я не знаю. Окей, окей, окей. Тогда только об этом. Тогда я скажу из своего 70-летнего опыта, что есть люди, которые вот едят не в себя. То есть у них какой-то животный инстинкт проявляется за столом. Так они нормальные, и лица нормальные, ходят нормально, ну толстые. Но они не едят, они жрут. Вопрос в том, что они жрут. А вопрос в том, что заставляет их жрать. Это называется плачу, но ем. То есть он понимает, что это для него вредно, он понимает, что это плохо, но что-то внутри заставляет его организм есть. Поэтому ожирение – это не проблема веса, это не проблема еды, это проблема дисбаланса гормонов в организме. То есть появляется один гормон, и вы можете есть сколько угодно, и будете оставаться худым. Появляется другой гормон, и вы начинаете полнить, даже от листика салата, у вас постоянный голод. То есть это дисбаланс гормональной системы. Ну, я полагаю, что все-таки есть еще и момент психический. То есть я думаю, что эта проблема заложена где-то глубоко в голове. И ее надо лечить, скорее всего, не диетологом, а психологом. Или вы другого мнения? Ну, давайте мыслить логично. Вот вы своей головой что можете сделать? Поднять руку, то есть физическая активность, тактильная активность, почувствовать чего-то, правильно? Вы можете своей головой остановить работу сердца, замедлить ее, изменить давление. Я уж не говорю про метаболизм на клеточном уровне, выделение каких-то гормонов. Вы даже настроение порой себе изменить не можете. То есть вот с утра задал вот такой и все. Правильно? Нет, Алексей Ильич, я себе могу изменить настроение. Мне 70, и я вам скажу, что мои руки практически не работают. Я раньше бегал по 10 километров, потом я очень спортивный человек, и благодаря этому всего в жизни достигал. Но сейчас совершенно ничего не могу делать. Но тем не менее, я вес держу. Я об этом могу потом, может, это не тема для... Потому что авторитет здесь вы и не я. Но я держу свой вес. Я знаю, как это делать. Я просто говорю о том, что если у человека с головой проблема, то, скорее всего, ему нужен не диетолог, что-то другое. Но, наверное, я не прав. Вы считаете по-другому. А если это комплексное заболевание, о чем мы говорим, то тут вмешиваются сразу. То есть вот если раньше, когда я только начинал работать, я мог работать один, то сейчас это целый комплекс врачей. Это диетологи, эндокринологи, нутрициологи, косметологи, психологи, микронутрициологи. То есть это очень много врачей, которые работают над одним человеком. Потому что надо не просто человека похудеть, чтобы он похудел, надо изменить его метаболизм. Надо так сделать, чтобы у него подтянулась кожа. Потому что некоторые люди носят на себе вес стиральной машины 60-70 килограммов постоянно. И у них травмируются суставы. Мы даже не говорим еще про женские половые гормоны и мужские половые гормоны. А тестостерон является одним из самых сильных жиросжигателей. И одновременно гормоном, проглевающим мужскую жизнь. Вы заметили, что женщины все страдают инфарктами и инсультами исключительно после того, как у них проходит климакс. То есть их оберегает гормон эстроген. После того, как климакс наступил, природа считает, что они не нужны, занимают кормушку, и их начинает она убирать. У них возникает инфаркт и инсульт. Такой же климакс возникает у мужчин. Но не смотря на это 40-50 лет всего 5% в России мужчин сдают анализ на тестостерон. В Европе 10%. То есть никто этим не интересуется. А если вы заметили, то в основном мужчины, если доживают до 60, то живут дальше. А если, но чаще всего умирают 55-60 лет. Ну, средняя продолжительность жизни. По крайней мере, в мире такая статистика. По-моему, 80 лет. Разве я не прав? Средняя продолжительность в Европе 80 лет. Это не в Европе. Я говорю о мире. В мире, если брать Африку и Южную Америку. Эта продолжительность составляет 55-60 лет. Почему у нас сейчас была такая просто буча по поводу пенсионной реформы, что многие исследуют, ну, врачи доказали, говорят, они просто не доживут до этого возраста. Что вы придумываете? Алексей Владимирович, скажите, о каком возрасте примерно вы сейчас говорите? Вот, ну, мы же не говорим от рождения, от пеленок до моего возраста, до 70. После 45 лет надо ежегодно сдавать анализ крови на тестостерон, связанный тестостерон альбуминами и глобулимами. Вот эти параметры на необходимые. Есть определенные вещи, которые надо проходить мужчине после 45 лет. То есть мы, я сейчас могу призвать тех моих подружек в интернете, которым под 60, я их называю так, очень хорошие, прекрасные женщины. Я их не видел, но мы хорошо очень общаемся. Я их считаю друзьями. Я вообще женщин всегда считал друзьями. Да, мы говорим сейчас вот для них и для тех, кому уже стукнуло 45. Я сдаю кровь раз в полгода. Вы считаете, нужно раз в год сдавать? Нет, если сдать раз в полгода, это замечательно. Раз в год это максимальный сток. Я сдаю кровь раз в 2-3 месяца. То есть анализ полный, делаю чекап. И плюс еще обследование ультразвуковое тоже необходимо. Ну, вы знаете, Алексей Булдаков, такой артист, который играл. Мы с ним, ну, раньше дружили, общались. у него было варикозное расширение вены. Я ему говорю, что надо делать компьютерную скопию обязательно раз в УЗИ, раз хотя бы в полгода на флотирующий тромб. Такие тромбы, они появляются внутри сосудов, они болтаются на ножки. В любой момент они могут оторваться, тромбоэмболии легочной артерии и моментальная смерть. Мы часто это видим, как мужчина пошел в заре речи, упал и убил. То же самое с ним произошло. Он непослушно у меня поехал в какую-то командировку, там в гостиничный номер зашел, моя мгновенная смерть, оторвавшись. Понимаете, поэтому... Это вес очень важно. А как же вы? Вы скинули 80 килограмм, я читал где-то. Это правда? А почему же вы допустили, как профессор, доктор, такой вес? Я говорил, не профессор, не доктор, потому что это было больше 28 лет назад, почти уже 30 лет назад. Я тогда только закончил медицинский институт, а у нас в медицинском институте, это второй медицинский институт в Москве, там столовой как таковой не было. То есть она была, но попасть в нее было невозможно, очень маленькие перерывы между лекциями. Мы все питались в чай. Чай, это кофе и разные коржики и сладости. Короче, на этих сладостях меня и разнесло. Чтобы вы понимали, из армии я пришел, 46-го размера ХБ, у меня была шинелька 46-й размер, они до сих пор взяли в шкафу там у нас в загородном доме. А потом, когда я уже закончил институт, я уже был 3ХХЛ, как сейчас говорят, с необъятность совершенно. Я. После этого я попал, началась перестройка, и я может с гордостью, может быть с несчастьем скажу, что я ни одного дня не работал на государстве. Скажите, сколько человек вы спасли жизнь, вот как вы считаете, своей методикой, и которые помнят добро, которое вы им оказали? Я не считаю, но я думаю, что когда на том свете на планку весов положат все мои недостатки и пяти, то та планка, на которой будут люди, которым я помог, она перевезет. Окей. Это в основном богатые люди или разные? Это богатых людей в смысле, которые зарабатывают или имеют более миллиона долларов среди моих пациентов 3 процента. Так вы больше благотворитель тогда, чем врач, бизнесмен. Я считаю себя звездным врачом, я не люблю работать с артистами, хотя они очень рвутся ко мне, многие, потому что они никогда не плакают, они считают, что вот мы тупящие спирели, а я не люблю это, я люблю так, сделаю, а потом они где-нибудь выступают и говорят, что мы сами похудели на какой-то диете, но если они не заплатили, то все нормально, ради бога. А сколько должен, вот пришел к вам простой человек, сколько вы с него возьмете за консультацию? У нас консультация стоит, я даже честно говоря затрудняюсь сказать, потому что цены постоянно меняются, но по-моему консультация моя совместно с врачом стоит порядка 20 тысяч. А сколько это долларов? Ну, я сейчас не могу посчитать. Ну, это, наверное, где-то долларов 500 или 400. Да, ну, когда я начинал, мои консультации стоили 100 долларов, я ездил на машине по домам и в день я мог обслужить 5 человек и я тогда зарабатывал 500 долларов в день, это был просто сумасшедший день. Ну, основное количество людей, ну, вот смотрите, у них там водка, селедка, колбаса и сало, это как на Украине, так и в Грузии, ну, в Грузии сало только нет такого, вот, так и в России, ну, таких вы не принимаете, да, они не ваши клиенты, потому что такие деньги у них нет просто. Понимаете, в чем дело, у меня есть клиника, клиника моя, то есть я могу вообще не работать, я могу не приходить на работу и вообще никого не принимать, меня кормят компаниями, поэтому мне очень много свободного времени на то, чтобы вести свой канал в Ютубе, на то, что покупать, на то, что писать 10 книг написал, например. Окей. Одна из этих книг, тоже входит в книгу рекордов Гиннеса, как самая большая книга, написанная по гитологии в дошечном весе в России. То есть для людей, у которых нет денег, лучше читать ваши книги и заходить на ваш Ютуб-канал, правильно? Там все бесплатно. Я даже не против, если они эти книги скачивают бесплатно, воруя где-то в интернете. Я не против. Ни один мужчина написал, бесплатно, украл ее, в интернете похудел, но благодарность за это я стал спонсором вашего канала, чтобы сейчас вернуть вам эти деньги и моя благодарность. Представляете, вот такая история реальная была. Классно. Александр Ильич, скажите, а вот как на секс влияет похудение для мужчины, например? Он более сексуальный, когда он толстенький или когда он худой? Для мужчины, мне кажется, главная харизма. Вспомните вот наших знаменитых актеров Леонов, Лиад. Импотенты тоже бывали с харизмой. Это, по-моему, не связанные вещи. Играет большую роль, большую даже, наверное. Почему женщины так партию посмотришь, мужик урод уродом, а бабы с табуном ходят. И не знают, в какой он сексе, может он вообще импотент. Но они так они не любят. А вот молодой какой-нибудь красавец весь накачанный, да, они на него даже внимания не обращают. А он думает, что же такое, я в зале там пять лет отпахал, а они на меня только смотрят, показывают, а никто в постели не ложится. Но с другой стороны, когда человек очень толстый, то он приходит, он жалуется, что одна из жалоб, с которым приходит, это то, что мне надоело быть для всех другом. То есть, Вася, поднеси принтер, Вася, принеси бумагу, Вася, помоги, пожалуйста, Вася, съезди и возьми ребенка. Я как друг всем, а вот какие-то серьезные отношения женщин даже в голову не приходят со мной завести. Ну это мы въехали в очень интересную тему, видимо, она тоже вас интересует, как и меня. Я просто задал конкретный вопрос. Кто лучше в постели тогда, худой или толстый для женщины? Вы знаете, мне кажется, я не задаюсь таким вопросом, потому что я неопытен в этом. Тогда давайте нет, не об этом. Вопрос не об этом, Алексеевич, я же вас не хотел унизить, потому что это было бы неправильно. Я говорю от СССР, тестостерона больше. играет значение в постели абсолютно. То есть бывает так, что тестостерон на нуле практически, а мужчина горный орел оплодотворитель. Тестостерон здесь не играет большого значения. Нет, больше его в крови. У того, кто худой или у того, кто толстый? У того, кто толстый, точно меньше в крови. Но он бывает очень сильно в смысле секса человек. А бывает худой человек в смысле секса абсолютно никакой. Это природа. Это генетика. Никакого значения это не имеет. То есть худеть ради того, чтобы больше иметь женщин или больше их любить, одно, свое единственное смысло никакого нет, да? Да, и кстати, многие мужчины специально понимают ровно надежды, что там что-то изменится, но ничего не меняется. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот интересно, все-таки ведь люди простые смотрят, мы в такие заехали дебри. Вот для людей самых простых, те, что не вынимают из руки сала с соленым огурцом, вот какую бы диету вы ей посоветовали? У них хлеб, у них консервы, ну, самое такое простое, ну, еще свежие овощи, они там возле земли где-то живут. Самое простое и примитивное это надо убрать из рациона следующие продукты, сахар, все, что содержит сахар, то есть любой хлеб, любой хлеб, мучные изделия, дальше картофель, белый шлифованный рис, мед, свежевыжатые соки и двигаться хотя бы проходя, просто ходя, не бегая, хотя бы 10 километров в день. Да, крестьянин, крестьянин 10 километров, он в огороде отпашит, ну, мне так кажется. Эта женщина говорит, а вот я не могу ходить, мне кажется, я без рук это делаю, можно я вот в огороде буду лучше заниматься? Я говорю, нет, мне нужно именно чтобы ходить, потому что там включаются совсем другие системы. Ну, вы знаете, Алексей Анатольевич, я по своему опыту, поскольку я бегал несколько раз земной шар, и я всем советую всегда бегать, заметил, что некоторые люди просто не могут себя пересидеть. Вот они, им не дано, они не системные, вот они не побегут никогда, и не пойдут никогда. Вот что-то в них такое сидит, что за ноги хватает. в чем дело, одно дело бегать, да, я согласен, у меня долгие годы стоял велотренажер, на котором висела одежда, как у многих людей, и я никогда не мог заставиться сесть на этот тренажер, но ходим-то мы все по жизни, просто ходим, но превратить это в систему, я же не говорю ходить по беговой дорожке, или ходить в спортзале, я говорю, просто нахаживать количество, возьмите количество шагов, померяйте, сколько вы в день проходите, например, 600 шагов в день, каждый день прибавляйте по 50, по 100, сами решайте, сколько шагов, главное, можно остаться на месте, но не откатиться назад, я вас уверяю, вы расходитесь, вам даже будет этого потом не хватать, вы это знаете на собственном опыте, что если вы не побегаете, вам этого не хватает прямо в жизни. Да, и другое настроение, и все остальное, а вот скажите, есть еще такая проблема, у бизнесменов особенно, да, ну, у меня, в частности, когда я стал политиком, вот когда меня вызывали ночью куда-то, к какому-то дураку президенту куда-нибудь ехать, ну, у вас таких президентов нет, я знаю, у вас только умные, а у нас бывает по-разному, и мне приходилось выезжать очень рано, что я не люблю делать, я в системе живу, я утром должен сделать зарядку, потом кофе выпить с завтраком, вот, и у меня начинался стресс, однажды меня пообещали даже убить, ну, был такой у нас президент, который таки убивал людей, вот, пообещали убить, и у меня началась проблема с желудком, она диетологическая или нет, потому что я похудел на 11 килограмм, и что бы я ни съел, моментально выходила из меня водой. Это неврологическая или гастроэнтерологическая? Ну, вот оттуда у меня началась... Для того, что ездить к президентам, вот практически 80 президентов, 80 процентов президентов наших бывших союзных республик являются моими пациентами, и всеми. И меня тоже вызывали, и я сидел до двух часов ночи, ждал, когда он приедет. Да пошли они, господи, зачем вы тогда себя... Они что вам могут сделать? Это меня они могли... Мне платят деньги, я езжу, к ним летаю, за мной присылают самолет сейчас. Так что я понимаю вашу ситуацию. Ну, вы от этого не худеете, они вас не обещают убить, они вас только благодарят за это и обещают быть друзьями, потом забывают. Это мне понятно. Мне достаточно того, что они платят, дарят хорошие подарки, и я как бы... У нас нормальный обмен, мне деньги, у них результат. Класс, класс. Я рад за вас. Тогда поговорим о людях, которые в состоянии платить, и для которых здоровье – это деньги, и от действий которых зависят жизни и работы, они работодатели многих-многих-многих очень людей. Какую бы диету вы им предложили, или, вкратце, конечно, или скажите, что им не есть. Они не едят картошки, я надеюсь, потому что картошка – это даренная еда, это я знаю, и без врача ее вообще есть нельзя. Она плохо воспринимается, организмом, лично у меня. Что бы вы посоветовали, какие продукты есть, как завтрак? Не заниматься дурью, не придумывать себе диеты, и не слушать тех идиотов, которые эти диеты составляют. Диета – это дремучее прошлое нашей науки. А обращаться к профильным врачам, имеющим большой опыт в диете, что они, собственно говоря, всегда и делают. И поэтому, если мы слышим, что диета от какой-то звезды, я говорю, ребят, ну вы подумайте головой, вы же умные люди. Там, Дженнифер Лопес, например, составила диету, она зарплатывает несколько миллионов долларов в год. И вот она по ночам сидит, придумывает какую-то диету, и она, типа, на ней похудела. Там целая команда диетологов, косметологов, фитнес-тренеров, юристов. Ну вы понимаете, о чем я говорю. Какая, черту, диета? Самая сложная в ситуации с работой с такими людьми, это их жены. Это их жены и частные врачи, их личные врачи. Потому что они работают по принципу ничего не делать, лишь бы ничего не случилось. И вот переломить их, вот это вот самое сложное в психологии. Потому что бывает, когда даешь назначение, улетаешь из этой страны, потом связываешься, говоришь, вы это сделали, это назначили. Нет, мы пока, значит, не стали это делать, мы пока... Вот это вот очень сложно. Все остальное фигня. Жену не слушаю. Алексей Александрович, вот скажите, я объездил весь мир, видел разные народы, но вот дольше всего я провел времени в Грузии, и я увидел, как они едят, какие продукты. Ну вот однажды у меня был обед с Саакашвили, и я видел, как он ест чеснок, острые всякие. Вот он прямо поглощал, вот это есть еще корейская капуста, но если я ее один грамм съем, у меня из ушей дым пойдет, он ее при мне полкилограмма съел, и все это вот на моих глазах. У них как-то и живут они долго, это какая-то особенность нации, желудка, крови. у меня была одна женщина, армянка, ее постоянно были боли в желудке, гастрит, и все. Как только мы ей назначили острую пищу, все прошло. То есть острая пища, перец, улучшается кровоснабжение, улучшается кровоснабжение, проходит воспаление. Я не могу ничего острого есть, я сразу умру. это надо родиться. Родиться. То есть это, видимо, так Господь заложил у них, да, ну какое-то сверхъестественное что-то, да. Вы не расскажите какие-то особые случаи из вашей жизни, вот так, чтобы народ ошафнул и волосы дыбом стали, ну что-то такое, что вас поразило самого, в результате вашей деятельности вот насколько у людей изменилась жизнь. Ну, пишет не одна женщина, то ли из Сургута, то ли откуда-то, еще с севера. Ну, не успеваю отвечать на все письма, потому что их приходят на несколько сотен. И она говорит, что вот у меня сила есть и воли есть, а вот сила воли нет. У меня, я говорю, ну а как вы живете? Она говорит, вот у меня трое детей, муж алкаш выбивает. Я говорю, а зачем вам тогда худеть? спит? Она говорит, ну я хочу вот найти другого мужчину, там то сё. Я говорю, а вот скажите, если бы что-то случилось с вашим ребенком, допустим, надо было отдать ему почку, она, я говорю, хоть жизнь за ребенка отдам, потому что это единственное счастье моей жизни. Я говорю, значит, сила воли у вас есть, не взять и мужик отдаст жизнь за своего ребенка. Это только женщины, матери могут сразу же сказать, да, я готова жизнь. Значит, у вас не хватает понятия мотивации, вы еще не сформировали, зачем вам это нужно, найти какого-то абстрактного мужика. Это не мотивация, это неправильно. И поэтому вы, три дня на вас хватает, и все, у вас мотивации-то нет. Нет, это правда. И я всегда вижу, что люди, которые несчастливы, они и ужасно выглядят, и у них не только животы большие, у них еще и в глазах такая тоска, блин, что аж, да, это так. Они внешне совсем другие. Хорошо, ну вот, скажите еще, очень интересно, да, есть разные системы питания. Я, например, воспринял, хотя я его и не прочел, а всем его рекламирую, забыл этого американца, раздельное питание. Я ем раздельно, потому что я без раздельного питания просто умирал, меня разрушало все, что я ел. Нормально себя чувствую. Какое вы посоветуете? То есть, есть ли необходимость раздельно питаться? Или это все чепуха и нужно есть все подряд? Ну, или то, что... Сейчас один говорит одно, второй говорит другое, я обычно говорю не верьте никому, в том числе и мне. Думайте головой. Вот вы съедаете яблоко, яблоко переваривается у вас в желудке за полчаса. Вы съедаете мясо, мясо переваривается у вас в желудке от 12 до 8 часов. То есть, яблоко уже переварилось и улетело, а мясо все еще продолжает там перевариваться. Так какая речь о раздельном питании? Вы сейчас яблоко через 2 часа съели мясо, все это смешалось в желудке, яблоко пролетело, мясо еще осталось. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, о чем вы говорите, но только я заранее скажу, что если кто захочет на раздельное питание, сырые фрукты в моем возрасте уже есть практически не могу. И думаю, что большинство людей к отцу жизни, ну еще не конец, но так тяжеловато. Как овощи, так и фрукты тяжело. Только вот я яблоко сушеным в сушеном виде я ем. В сушеном виде только я ем. В сырое ничего есть невозможно, оно не может смешаться. Хорошо, ну дайте какие-то три совета такие, чтобы люди потом вот каждый день я молитвы иногда рассказываю, чтобы они каждый день вас вспоминали с чего начать утром, как продолжить день и закончить день, например, когда закончить последние притки. Что-то такое важное, чтобы они как молитву помнили и вспоминали Алексея Владимировича каждый день. Наверное, прошло то время, когда мы все ходили в красных галстуках, все были одинаковые, все выполняли в случае пожара выносить в первую очередь. Сейчас все индивидуальные, каждый хочет индивидуального подхода и понимает, что он личный со своим набором болячек, со своим настроением, со своим характером. Поэтому те, кто дают общие рекомендации, какие-то марафоны питания, это, я считаю, шарлатан. На самом деле, человек заслуживает индивидуального подхода. Что касается каких-то рекомендаций, то, мне кажется, надо все время просчитывать к ходу. То есть, смотреть на несколько шагов вперед. Но вы, как политик, меня понимаете, да? То есть, вы знаете, что через пять лет с вами будет то-то, то-то, то-то. Если вы сделаете то-то, 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 например, похудите или, наоборот, располняете, то вы закончите свою жизнь там-то и там-то. Если у вас разновится сахарный диабет, то это будет там-то и там-то. Для этого вы сдаете анализы, вы следите за собой, потому что вы понимаете, что может сверху бабахнуть и от этого не убережешься. То есть, надо элементарно просчитывать коды. Я вас, может быть, удивлю, но у нас 90% людей живут сегодняшним днем и думают, что смерть бывает только в кино и соседях, понимаете? Поэтому вот немножко просчитывать коды и понимать, что если ты каждый год прибавляешь 3-4 килограмма, ну, посчитай, что будет с тобой через 20-30 лет. Мужики умирают очень быстро. Я сейчас написал книгу для мужчин специально, она выйдет в январе. как худеют настоящие мужчины. И начинается она с того, что мужчины как стулья. Они никогда не стонут, никогда не ноют, но они один раз приходят и ломаются в один день. То есть, лег спать и не проснулся. Но это настоящие мужчины. В основном сейчас женщины такие. Нет, женщины, они как раз более живучие, поэтому они более сильно мучаются. Они постоянно ходят по каким-то врачам, перемелечатся, живут на 15-20 лет больше, чем мужики. Бывает, еще и замуж второй раз уходит, и третий раз уходит. Двух мужей, говорят, покоронил и радуются этому еще. Так что наша задача мужиков как-то следить за собой, потому что если жена это не делает, значит, она в чем-то заинтересована. Ну, фактически. Мы знаем, да? Поэтому за нас это никто не сделает. То есть, если подвести итог к всему, что мы говорили, то диетолог это такая специальность врачей, которые не дают консультации универсальных. Да? Это надо просто каждому человеку иметь своего диетолога, которому... Это вообще касается всех грамотных врачей. Ни один врач вам не даст консультацию в общем живите правильно, больше двигайтесь, меньше ешьте. Эти консультации, они никому не нужны, потому что это и так все знают. Меньше жрать, больше двигаться в конслагере толстых не было, там Майя Плесецкая что-то сказала. Ой, оборвалась. Сейчас, да, все слышу, слышу. Майя Плесецкая что-то сказала? Там сказала, что меньше жрать надо. Понимаете, в чем дело, что каждый человек это своя галактика. чем больше я узнаю о человеке, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю. Настолько это все сложно, запутанно. Это целый клубок взаимодействий и психологии, и нейромедиаторов, и гормонов, и все остальное. Это понятно, что человек каждый это планета, в нем миллион разных организмов и всяких молекул. Нет, есть, конечно, даже с позиции моего возраста, я не врач, какие-то советы, которые могли бы человеку жизнь продлить. Вот я, например, считаю, ну, один хотя бы прозвучал бы, может он и вам интересен, но много тысяч лет назад вывели в Риме, что контрастный душ это панацея от всех болезней, я это подтверждаю, контрастный душ это круто, это действительно круто. Может быть, вы что-нибудь знаете такое же? У меня однажды была пациентка внучка Амосова, знаете, врача, я с ним бегал вместе в одном, в одном, она рассказывала, не знаю, правда это или нет, она сказала, что он постоянно бегал, потом уже не смог бегать, ходил все время, и потом сломал ногу, и говорит, теперь я умру, и умер буквально за неделю. Но это ее история, я не знаю, правда это или неправда, так мне было рассказано. Поэтому в вашем возрасте нужны одни схемы, в молодом возрасте нужны другие схемы, в третьем возрасте, например, доказано японцами, что после 50, после 60 лет надо иметь 10% зоровой ткани в запасе, потому что она продуцирует гормон тестостерон в мужчин, она спасает, а у женщин эстроген, и поэтому худеть до конца, выжимая себя как губки, просто нельзя. Другой вариант, когда какой-то парень, наслушавшись таких советчиков, как я, где-то на телевидении, решил промывать себе кишечник, этот письмо приходит реально, он вставлял себе шланг от душа в кишечник, в строю и все это попал в горячей воде, потом мне пишут, почему я в туалет не могу сам ходить. То есть не надо вот этой всей фигней заниматься, это на уровне выгула собак, ребята, есть врачи, надо просто прийти и понять, или ты этому врачу доверяешь, или ты ему не доверяешь. Если ты доверяешь, ты слушаешь, он тебе объясняет и говорит. Скажите, вот я не прав, Александр Ильич, напоследок, мне просто важно, сейчас все врачи абсолютно, я впервые встречаюсь с врачом такого уровня, как вы, который не говорит о наследственности, да, ну, сейчас все врачи, куда не придешь, особенно на Западе, они начинают тебя, у тебя выяснять, как твой прапрапрадедушка, он пукал или не пукал перед сном, ну, например, да, то есть все повторяется, это, к сожалению, по-моему, все же факт. Вы как-то учитываете это в своей работе? Мы идем впереди зарубежной медицины, по крайней мере, в гиетологии лет на 10, поэтому этой фигурой не занимаемся, у нас есть генетический тест, по которому мы точно определяем угрозу развития, то есть заболевание еще не развелось, а мы уже определяем, что оно возможно. Например, если бы у Ростовского был проведен такой тест, мы бы поймали эту опухоль головного мозга еще в тот момент, когда ее не было. Понимаете? Окей. Каждый год семьей сдавал полный, проходил обследование по аден-баден и так далее. Он следил за своим здоровьем. Несмотря на это, опухоль обнаружили в голове, когда она была уже с грецки аре. Если бы он проходил генетический тест, вот Анжелина Джоли проходил генетический тест, ей сказали, что рак груди 99%, она удалила грудь. Ей сказали, что рак женских половых органов 8% женских половых органов. То есть, это более современные, это то же самое, что сравнивать лечить человека топором и зубилом или заниматься тончайшими теоретическими исследованиями. Гораздо интереснее. То есть, ваши тесты в России настолько сильны, что все эти предрассудки о генетической предрасположенности надо оставлять в стороне, да? Мы видим, нет, почему она есть генетически предрасположенность. Больше того, мы берем тест на микробиоту, это бактерии кишечника, которые управляют. У нас есть такой толстый нерв, вагус называется. И вот доказали последние годы, что вся информация по нему идет не из головного мозга вниз солнечное сплетение, а наоборот оттуда туда. У нас нервных клеток в кишечнике в два раза больше, чем в головном мозге. Хорошо. Что бы вы пожелали украинцам, как им питаться, может быть, напоследок и грузинам вы хотите что-то сказать интересное, потому что вы человек умудренный опытом? Я бы хотел сказать одно и русским, и украинцам, и грузинам. В это тяжелое время, когда государство думает только о себе во всех странах, в большинстве стран, тех, которые мы назвали по крайней мере, и здравоохранение превратилось в здравозахоронение, есть только одно. Это самостоятельное образование, чтобы понимать, когда тебя разводят на деньги в платной клинике, когда тебе что-то не додают в государственной клинике. Потому что если ты приходишь к платному врачу, есть такая угроза, называется средний чек. Если он его не выполняет, его увольняют. Если ты приходишь в государственную клинику, то там тебе говорят, не придумай ничего, иди гуляй. Так вот, сейчас очень модным стало во всех областях, не только в медицине, это самообразование. Когда люди заканчивают институты, но они понимают, что они настолько сырые, что в условиях жесткой конкуренции, вот сейчас после коронавируса особенно, им просто нечего предложить работодателю. И они начинают заниматься образованием. Вот таким же образованием заниматься надо и медицине. Поэтому мы сейчас открываем крупнейшее в истории, наверное, человечество обучение диетологии, которое называется самский диетолог, который будет проходить больше, наверное, двух месяцев. И выходя с этого обучения онлайн, человек будет получать знания, эквивалентные знания врачу-диетологу, а даже во многом и выше этих знаний среднего врача возьмем по всем странам. То есть очень подробно и очень делаемый. То есть если ты хочешь жить, вот мы тогда такой итог, если ты по странам СССР и, наверное, из-за рубежа, если ты хочешь быть здоровым, вот, и вкусно кушать, и нормально себя почувствовать, и в туалет ходить, тогда иди в специальное место обучения, ну, оно, наверное, будет онлайн, и получаю у Алексея Владимировича консультацию, диплом, и живи сколько хочешь, так? Ну, жизнь заставляет это делать, да, если была хорошая... Абсолютно, да, обучаться надо и в интернет смотреть, тогда я тоже желаю всем получить быстрее ваш диплом, я первый запишусь, вот, и жить хорошо, спасибо вам большое, если позволите, я подытожу потом результаты нашей встречи, если будут вопросы, вот, и в каком формате как ответить, ну, мне все понравилось, вы все говорите правильно, спасибо вам большое. Пожалуйста, мысли на одной волне, до свидания. Удачи, удачи. Удачи.